Ситуация была более чем серьезная, говорит Нина Буракова. Вода была так высоко, что большая часть мебели пришла в негодность. Оставаться в доме было попросту невозможно. Сырость и грязь этого не позволяли. Но после разговора с Андреем Луценко вера в спасение дома появилась. Заместитель губернатора приказал перебросить сюда пожарный автомобиль и в кратчайшие сроки откачать воду с участка. Я просто в свое возбуждение хотела высказать. Он отозвался как человек настоящий. У меня заявочку взяли и сказали где-то около двухтысячная заявочка. Так это что у меня в половину лета бы это было все равно выполнена моя заявочка. Вода в то время и так уйдет. А тут подвелся этот человек, который мне оказал очень большую помощь. Я очень ему благодарна. Работа по откачке идет уже более суток. За это время убыла порядка полуметра. Хоть и понемногу отступает вода, но я и этому рада. С улыбкой на глазах говорит Нина Симоновна. Впереди долгий период ремонтных работ и реабилитации. Дождусь и страховка должна подойти. Все смотрят у меня, а потом я уже буду тут не знаю, что делать. Не знаю вначале за что и взяться. Не знаю. А вот на улице Кузнецкая абсолютно противоположная картина. Люди несколько раз обращались за помощью. В ответ просьба подождать и рассказы об очереди на услуги спецмашины. Четких сроков, когда придет техника, никто не дает. А ждать у моря погоды жители устали. Ведь с водой в подвале и около дома не провести ремонтных работ сырость помешает. Переживаем. Как бы за состояние фундамента, конечно. Чем дольше вода простоит, тем больше фундамент нарушится. В 98-м году, когда было наводнение, там два дня всего вода стояла. На третий день, когда провели эти бомбовые удары, вода ушла сразу в миг. И у нас не в подвале, не на улице. Все было сухо. Печки топим. Две печки. Хоть глаз съесть. Топим две печки. Для просухушки. Искать виновных в наводнении можно долго, но, как известно, после драки кулаками не машут, говорят устьюжане. В одном схожее мнение горожан. Огромное спасибо нужно сказать сотрудникам МЧС и полицейским, которые откликались на все просьбы. Только одним ребятам спасибо, МЧС. Вот им огромное спасибо. А за то, что они все у нас подбирают, где мы их не попросим. В ботинках даже мы боимся, что они ноги замочат. Так они и то. Говорим, давайте вам сапоги дадим или что. Так вот они меняются, как-то переодевают и вот в сарай зайти там вытащить. Ребята молодцы. Они очень стойко выполняют свои задания. Что им дано, но дано какое задание, они то и делают. Для многих домов наводнение 2016 года может быть фатальным. Многим жилищам более полувека сетуют их жители. Это и усугубляет положение, ведь от быстроты откачки воды напрямую зависит судьба ни одной сотни великоусюзских семей. Андрей Жилин, Максим Колосов, Новости провинции. Редактор субтитров А.Семкин